Титаны, настало ваше время. Третий экзот сезона, перчатки, ядромет точечного контакта. Появились в игре, потом были отключены перед рейдом, теперь вот недавно их снова включили. И значит, пора посмотреть на них поближе, почитать перки, потестить и попробовать собрать очередной двухкнопочный билд. Все покажу и расскажу с картинками, но сначала сообщение от спонсора, благодаря которому вышел этот ролик. Dwing.net – старый и проверенный сервис, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева Ведьма и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Двинг есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Получить этот экзот может каждый игрок, у которого есть доступ к сезону Добыча. Выпадает он из затерянных секторов на уровне сложности Легенда и Мастер. Затерянные секторы с этими уровнями сложности меняются ежедневно, так что, чтобы узнать, какой сектор доступен именно сегодня и какие экзоты можно на нем получить, советую пользоваться сайтом Today in Destiny. Хотя награды не гарантированы при каждом прохождении, сам забег занимает всего несколько минут при правильно подобранном снаряжении. Молот богов – основной перк этого экзота. Уничтожая цели с помощью раската грома в ближнем бою, вы восстанавливаете энергию ближнего боя. Когда вы используете раскат грома, находящиеся поблизости цели получают удары молнией. Под действием усиления, дальность этих ударов увеличивается. Как видим из описания, вся суть экзота держится на новой способности, которую получили титаны после обновления электрического подкласса под систему 3.0 «Раскат грома». Это такой новый вид атаки, которую сначала нужно зарядить в эффектной анимации, а затем высвободить всю накопленную энергию в разрушительном ударе кулаком. Кстати, эта атака бьет на довольно дальней дистанции, весьма сравнимой с атаками варлоков, например. Бьете кулаком с приемом раскат грома, и в зависимости от того, скольких соперников отправили лежать, столько энергии вернулось в заряженную атаку обратно. Да, у нас есть шлем «Неприступная черепокрепость», но вот для чего-то понадобилась альтернатива. Как мы можем улучшить эффект от этого экзота? Каким билдом? Ну, во-первых, если вы применяете атаку ближнего боя «Раскат грома», будучи под электрическим бафом усиления, то площадь поражения этими вот дополнительными молниями, пугающими, прыгающими с противника на противника, будет значительно выше. Также не забывайте, что вы можете прокачать скорость отката мили атаки с помощью модов в стазис броне «Импульс ближнего боя». Теперь давайте перейдем к рекомендациям. В каком билде и с какими модами стоит пробовать использовать этот экзот, чтобы его свойства максимально раскрылись? Ну, например, мы хотим поднять урон в ближнем бою на 30 единиц, чтобы валить не только мелкий трэш, но и мобов с желтой полосой здоровья. Что ж, тут нам уже понадобится мод из набора на колодцы света «Ионный колодец», который увеличит урон от следующей атаки ближнего боя после подбора стихийного колодца молнии. Для того, чтобы колодцы были всегда, соберите комбо из модификаторов «Колодецник ближнего боя», который будет создавать колодцы за мили убийства, и мода «Колодец изобилия», который увеличит количество колодцев. Задублировав в двух электрических шмотках модификатор «Ударный колодец», вы будете еще больше ускорять время восстановления атаки ближнего боя за подбор молниевых колодцев. Теперь перейдем к аспектам и фрагментам в подклассе, которые могут также улучшить опыт использования перчаток «Ядромет точечного контакта». Аспект «Нокаут» точно необходим при создании вашего билда, ведь благодаря ему при критическом попадании в противника или при пробитии вражеского щита у вас повышается дистанция рукопашной атаки и наносимый ей урон. А это нам надо. Плюс за убийство рукопашной атаки, ваш титан с этим аспектом восстановит здоровье и получит тот самый главный баф подкласса «Молнии» — «Усиление». Второй аспект можете выбрать на свое усмотрение. Из фрагментов обращаем внимание на Искру Чистоты, которая бафает перезарядку за рукопашку. Обязательно Искру Отдачи, которой нужно забрать у Икоры. Этот фрагмент увеличит урон от рукопашной атаки при получении урона в ближнем бою. Искра Усиления будет полезен. И, конечно, Искра Сопротивляемости, дающая больше стойкости к урону, если вас окружают противники. Ну и раз мы собираем билд под битву кулаками с молнией, то доп. защита нам не помешает. Плюс это выручит в момент, когда вы будете стоять в анимации зарядки атаки, которую, кстати, стоит держать плюс-минус ровно 2 секунды. На других таймингах урон будет снижаться, так что обрати внимание. Вот, в общем-то, и все. Это был третий, последний экзот сезона. Но если вам нужны такие базовые видосы по экзотическим шмоткам плюс элементарнейший билд под них, можем вернуться и к чему-то старому из прошлых сезонов. Пишите в комментариях, какая экзотика в таком случае будет интересна. И давайте соберем хоть тысячу лайков, чтобы я знал, что это вам правда интересно. Спасибо за просмотр, спасибо тем, кто подписывается на мой Бусти и не дает каналу загнуться. Кстати, на Бусти я буду выкладывать короткие ролики про пушки и шмотки, как прошлый про рок Челчиса, раньше, чем на Ютюбе, а некоторые, возможно, и вовсе в эксклюзивном доступе. Ссылку на Бусти ищи в описании. И до связи! Продолжение следует...